Ваши внимания, пресс-конференция. Последний приз в армию, переход на контрактное войско, реформирование вооруженных сил Украины. Значит, у нас наши гости. Первый заместитель командующего Южного оперативного командования, генерал-майор Александр Размазнин, воины-контрактники будущей профессиональной армии, Руслан Галямов, Анжела Скорченко, Роман Дробот. Александр Петрович, с первого фига начался призыв на военную службу и говорят, что призыв последний. Поэтому у нас вот такой вопрос. Это действительно последний призыв? И если это так, за счет кого будет комплектоваться армия в 2014 году? Ну, действительно, 1 числа этого месяца мы с вами встречались под час святковых проводов наших адеситов до Збройных сил и других военно-формирований, которые комплектуются военнослужбовцами строковой службы. И я там сказал, и сегодня повторюсь, что, сгідно программе развития и реформирования Збройных сил Украины, в этом году, в этой осени проводится крайний призыв на строковую военнослужбу Збройные силы Украины. Но, чтобы вы знали, есть указ президента про проведение призыва на строковую службу внутрішні війська и, ну, будем говорить, железно-залезничные війська, то есть спецтранспорту. Все інше, то бишь Збройные силы, Державная прикордонная служба, яка комплектовалася у нас строковиками, будет комплектоваться исключительно військовослужбовцем військовой службы за контрактом. Поэтому все кроки, которые делаются с боку Верховного командующего президента нашей страны, Верховного Рада, Кабинета Министров, они направлены на то, чтобы оптимизировать чисельность Збройных сил Украины и комплектовать Збройные силы Украины, потому что я представник Збройных сил Украины, військовослужбовцем військовой службы за контрактом. Ну, я так думаю, там будут еще какие-то вопросы, мы более детально будем разговаривать по певним нюансам, но саме свежее и саме новое, что произошло, и ближчим временем вы про это слышите, подписано указ президента про то, что скасовать певные действия, которые происходят с боку військовых комиссариатов, и насамперед, это выдача формы номер 2, за которую так страждали все призывники, потому что скасовано как раз цей призыв на строковую військовую службу, и форму 2 теперь не обовязково отримать в військовых комиссариатах, а закордонные паспорти будут выдаваться без цей формы номер 2. Мы припиняемо таки дии, как розшук військовослужбовцей, которые не явились на призывные пункты своего часа, потому что те, кто ухилився от призыва и, так сказать, не выполняют закон про загальный військовой обовязок, они у нас припиняются и не находятся в розшуку. Хотя у нас практически в розшуку находится певная кількость людей, которые еще за радянских часах, и они на облике находятся в військовой службе правопорядка. Такой облик, наверное, будет скасованный, я так думаю. Александр Петрович, а вот какие функции теперь будут возложены на военкоматы, учитывая то, что не будет как-то такого призыва? Ну, я скажу відверто, что військовые комиссариаты у нас, на превеликий жаль, сприймается очень одному. Вот призыв. Призыв – это одна из функций, которая покладена на військовые комиссариаты. Значит, главная функция – это мобилизация на самом порядке. Вот что должно быть покладено на військовые комиссариаты, вернее, это мобилизация, это териториальная Услужба за контрактом, это комплектование, не призыв, а комплектование, в том числе військовослужбов avson в ВС за контракTS, в том числе офицерским складом, потому что у нас офицерский склад, есть тоже військовослужбов от в ВС за контрактами. Сидящим перед вами персим ganzедли dust мы командовали, есть тоже военные службы за контрактом. То есть мы сейчас все военные службы за контрактом, и военные комиссариаты тоже занимаются комплектацией военных службов, военные службы за контрактом. Это подписка народного господинства, теперь будем говорить, из субъектов предприятия техники для того, чтобы в особый период она была использована Збройными силами и так далее, и так далее. То есть функции, они в некоторых вопросах сужаются, но пусть мы про то, что только нет призыва и нет військового комиссариата. Комиссариаты будут, они будут выполнять покладенные на них обовязки, и эти обовязки очень-очень соответствуют, потому что есть новое положение про військовые комиссариаты, оно вступило в действие буквально несколько месяцев назад, и это положение означает те функции, которые они должны выполнять. Александр Петрович, уже в ближайшие пять лет, последние пять лет, ведутся разговоры о переходе на контрактного войска. Как сегодня обстоят эти дела? Процесс ускорения пошел? Я скажу відверто, что в связи с тем, что приняты деякие кардинальные решения и кардинальные меры, то у нас есть сбольшение желающих служить в Збройных силах. Мы понимаем, что увеличение грошового обеспечения – это не тем кроком, который решит все проблемы. Но сам факт того, что в два раза увеличивается грошовое обеспечение військово-морских силах, в поветряных силах, что у нас идет поэтапное увеличение в сухопутных войсках. То есть, если в поветряных силах и військово-морских силах у нас в два раза військовослужбовцы, все причем отримают грошовое обеспечение, то сухопутные войска и частковые поветряные силы, которые не попали под это двойное, так сказать, подвижение, они тоже отримают на 40% больше грошовое обеспечение. С 1.01.2014 військовослужбовцы, которые не отримали, так сказать, этого увеличения в два раза, будут отримать 60%, а с 1.04. они будут отримать 80%, а с 1.07. у нас все Збройные силы выйдут на увеличение до 100%. Значит, если у нас до подвижения військовослужбовец первого дня військовой службы за контрактом, ну, будем сказать, отримал близко 2000 гривен, близко так вот, даже не 2000, 1200-1600, 1200-1600, то зараз у нас військовослужбовец первого терміну службы отримает близко, вот он только пришел, и кому подвижили в два раза, он отримает 200-100, 200-100. А если он прошел в певную подготовку, и он подвижил свои знания, свой уровень подготовки, если он закончил учебный подраздел и отримал певное військовое звание, то, соответственно, и сближается грошовая безопасность. Я скажу больше, что у нас солдат, ну, чтобы понимали, ранее он назывался рядовый, да? Сейчас у нас рядового нет, у нас есть солдат, есть старший солдат, есть представники и рядового, будем говорить, и солдаты старшего солдата, они находятся тут, в этой зале. Так вот, даже старший солдат мает певную надбавку грошового забезпечения за військовое звание старшего солдата. Дальше молодший сержант и так далее, и певные надбавки. Я скажу відверто, что они незначные, потому что, если я вам скажу, что генерал-майор отримует за свое військовое звание 140 гривен, вы, наверное, очень удивитесь, да? Скажете, ого, генерал, столько, много денег хватает. Поэтому я вам скажу, что сейчас стоит вопрос о повышение кардинально за військовое звание, где-то в 10 раз минимум, 10 раз, а может и больше. Потому что, ну, я так думаю, что треба, чтобы військовослужбовцы, за то, что они имеют певное військовое звание, и, так как мы все карьеристы, по своей сути, я вважаю, что все, кто одели погони, они карьеристы, они должны намагаться идти до певної цели, стати на певную ступень. Вот я, например, начал свою службу рядовую, и потом пішел. И фрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, ну, прапорщиком не был, то еще в училище навчался лейтенант, и от до генерала-майора ничего, я никакого звания не пропустил. А так, и люди, которые начали свою службу солдатом контрактной службы, он должен видеть перед собой цель. Понимаете? Что, натримавшись старшего солдата, должен, допустим, там, ну, хотя бы гривен на 300-400 больше всего получать. А ураховывая все надбавки, которые существуют в військовослужбовцы, это надбавка за вислуги роков, за особые условия службы, они, как правило, дают певные надбавки, и грошевое забеспечение сближается. Також стали платить знову за бойовое чергувание, это тоже не маловажно. Люди, которые несут бойовое чергувание, они отримуют надбавки, и опять же, это и и на пенсию, и как пильга будет использоваться, и так далее, и так далее. Потому что несение бойовое чергувание завжди было и есть очень специфичным завданием для любого, любого человека. А в данных условиях тем более. Александр Петрович, а с какими, вернее, предоставлено ли у вас какое-то государство план «Б» в случае, если, например, нападение ТСУ, и тогда объявляется всеобщая мобилизация? Вот на сегодняшний момент уже законодательная, по-моему, уже есть, да, запомнили? Значит, вот как раз то, что я вам сказал, новое положение про військовые комиссариаты, оно означает, что в особенный период может вводиться, как вы назвали, план «Б». Значит, никто не отменял мобилизацию, загальную мобилизацию, если случается так, что нужно будет провести мобилизацию, то мобилизация будет проведена. Вот, и она будет проведена с урахованием резервистов, ну, чтобы вы понимали, ранее у нас была служба в запасе, сейчас называется служба в резерве. Причем служба в резерве, она кардинальным чином відрізняется від службы в запасе. Резервист повинен, згідно контракту, как он заключает, с конкретной військовой частью, с конкретным командиром, приходить в эту часть раз, допустим, в месяц на две доби, займатися технікою своей, которая за ним закреплена на особенный период, займатися особистою подготовкой, а по подсумкам его экзаменов за рік он отримает грошовое забезпечение, оно пока что очень-очень невеликое. Но, опять же, намагание того, что реформование будет идти планово, и на реформование Збройных сил до 2017 года Министерство обороны запросило, а Верховная Рада и Верховный Главнокомандующий пообещали нам больше 140 миллиардов гривен. Миллиардов гривен, это очень большие, ну там 140 коми и так далее. Это очень-очень большие деньги, в том числе, и это пиде на развитие и такого вида службы, как служба в резерве. Мы считаем, что этот опыт, который мы приняли от других стран, он даст нам возможность иметь определенный резерв, который в особенный период, и в мобилизации, и в других, так сказать, действий будет використан. Я скажу, что в Одесском гарнизоне, как и скрозь, вопрос житловой стоит очень-очень непросто. Одесса, место Одесса, оно находится на другом месте после Киева по безквартирным військовослужбовцам. Как глава житловой комиссии гарнизона, я скажу, что у нас очень много людей находится в резерве. И, например, сейчас идет перерегистрация червовая. Поэтому, если увидят меня військовослужбовцы, которые находятся в запасе, должны знать, что идет перерегистрация и внесение всех в единый государственный реестр. Это для того, чтобы не было возможности, на чистом наруку, так сказать, людям, ну, без черги, проработать, проработать вопрос. Тому единый государственный реестр, вибачаюсь, единый государственный реестр сейчас напрацьевывается. И только с этим единым государственным реестром будут люди получать квартиры. Поэтому, кто не встиг до 31 числа, грудня месяца, треба все это оформить, ввести обовязково в державный резерв, потому что надея на то, что вот так вот это меняется, она не будет безпредставной. У нас уже есть сумный опыт, когда, сгідно с решением министра обороны, пройшла перерегистрация військовослужбовцев, и из 4200 у нас стало в Одесском гарнизоне, они сразу 2400 в черзе, вы понимаете? А потом люди появлялись через 2, 3, 5 лет обижены, говорят, а мы не слышали, а мы не знали, они находятся в черзе. Тому, певные в этом плане действуют. Ну, это, я вам сказал, то, что делается. А вообще, министр обороны, наш Лебедев, Павло Лебедев, значит, он сейчас делает все для того, чтобы вырислить это вопрос. Верховный главнокомандующий, ну, я вам скажу так, что за рахунок инвесторов, мы отдаем те військовые местечки, которые, ну, будем говорить, привлекательными на российском языке для инвесторов, они нам за все местечки отдают готовое житло. Готовое житло. И таким образом, мы будем за рахунок этого готового житла уменьшать перебивание в черзе. Ну, чтобы вы знали, эта черга, это дело, оно таки творче и живое, и одних задовольнемо, молодые лейтенанты прийдут, станут чергу и будут стоять. Хотелось бы, конечно, чтобы появилось сразу у нас хотя бы 2,5 тысячи квартир, чтобы эта черга практически вышла на ноль, але такой пока возможности нема. Значит, ну, я не буду выглядеть люди, яка разносит кислух, але дії роблятся, даже, может, до конца этого года что-то и будет, в том числе и в Одесском гарнизоне. Ну, и последний вопрос. Правда ли, что Южная оперативная команда, она будет дисклацирована в городе Днепропетровск, чем это связано, что останется в городе герои Одессы? Особенно беспокоятся ветераны, беспокоятся за госпиталь и так далее? Значит, это абсолютная правда. Есть директивы министра обороны, есть уже певні дії, які відбулись, сформовано оперативное командувание «Певдень», у нас тут называлось «Певденное оперативное командувание», а теперь, чтобы знали, управление оперативного командувания «Певдень». Место дислокации управления оперативного командувания «Певдень» є місто Днепропетровск. Значит, оно начало свое функционирование с первого числа цього месяца. Зараз розпочались роботи комиссии по прийому військовых комиссариатів, склад оперативного командувания «Певдень», потім підуть дії по прийому військовых частин и так далее, и так далее. Чтобы вы зрозумели, згідно закону, який визначил військовый распределил, у нас на территории Украины створено всього два оперативных командувания. И окремый вид. Значит, два оперативного командувания – это оперативное командувание «Певдень» зі штабом в Днепропетровске и оперативное командувание «Певдень» зі штабом «Ровно». Значит, в склад оперативного Оперативного командувания «Певдень» ходит 11 областей, склад Оперативного командувания «Певдень» ходит 13 областей. Это связано с количеством населения, сколько территорий, но и территория, и население, но таким образом. Автономная республика Крым – это зона ответственности военно-морских сил, в том числе и военно-комиссариата автономной республики Крым, мною как главой комиссии, переданы под юрисдикцией военно-морских сил, военно-морских сил Украины. Таким чином, на территориях Одессы, саме великое військовое формирование – это військовая академия. И військовый, будем говорить, начальник військовой академии, он будет начальником одесского гарнизона. Значит, плюс тут залишается певная кількість частин, подпорядкованных, всі частини, что вы знали, незалежно от теперешней принадлежности до сухопутных військов и поветорных сил, всі будуть подпорядкованы командувачу оперативного командувания. Ранее разглядалась даже возможность подпорядкования и частин військово-морских сил. Но решение было потом принято, что військово-морские силы остаются как військово-морские силы, а все, что на территории зоны ответственности этих оперативных командований, подпорядкованное одному військовому начальнику – командувачу. У него есть заступники, которые будут курировать все другие виды, которые существуют в наших силах. Поэтому уже это факт, который произошел, и идет плановая работа в этом направлении, и даже уже есть наказ, когда допустили ряд офицеров оперативного командования до выполнения посадки в составе нового оперативного командования. Они убили в Дніпропетровске. Вот таким образом все происходит сейчас. Уважаемые журналисты, у них есть вопросы? Да, пожалуйста. Уважаемые журналисты, у меня такой вопрос. Ну хорошо, парня перейшла на контрактную систему, но это словно, что закон о войско-бедности воинской службы никто не помер. Что делать людям, ребятам, которым будут приходить повестки? Ну, по-перше, закон відмінен, на чем все. Он втрачает свою силу с 1-го до 1-го следующего года. И повестки будут, мабуть, уже не приходить. Потому что, вибачайте, они будут приходить только для того, чтобы укомплектовать внутренние войска. Потому что, я вибачаюсь, там залишается еще певная служба. То есть, будут приходить, будут комиссии проходить, и будут комплектоваться внутренние войска, войско-службовцами и строковой службой. Поэтому, в определенные термены еще будут приходить повестки, однозначно. Скажу отверто, что очень быстро поставило вопрос с припиской. Я скажу, что тут у нас прекрасная дама есть в зале. Ранее, вы должны чутко понимать, что ваши коллеги, мальчики и мужчины, были практически обстежены завжди. Потому что, начиная с определенного века, 16 лет, мы все становились призывниками. И нас обследовала призывная комиссия, которая ставила на облак. Сейчас стоит вопрос, что таких действий может не быть. Поэтому, состояние здоровья, на превеликий жаль, может быть и не обстежен молодых людей. Это очень непросто. Это вопрос изучается, и решение может все-таки оставаться, что приписку мы будем проводить, чтобы иметь определенный выбор для комплектования войско-службовцев, войско-службовцев за контракт. Я скажу больше, что даже сейчас люди, которые не служили в Збройных силах, а выявили желание стать контрактником, они имеют такую возможность подойти в войско-службовцев, и сказать, что я хочу быть войско-службовцем войско-службы за контрактом. Его оформлять, но попереднее обстежить, чтобы он был придатный до войско-службы. И, чтобы вы понимали, контрактниками комплектует не войско-комиссариат войско-службовцев, а контрактниками комплектует себя сам командир войско-службовцев. То есть, человек, в певном веке, которому выполнилось 18 лет, и до 35 лет включно, до 35 лет включно, каждый мает право призваться на войско-службу за контракт. Он приходит до командира, говорит, что подполковник, подполковник, я такой-то, такой-то громадянин, хочу у вас служить. Кто вы за фахом? Такий-то, такий-то. По фаху не подходите, но у меня есть такие специальности. Вы согласны? Сгоден? Пойдите в учебный подраздел, поеду. Он даёт отношения, с этим отношением приходит громадянин, военно-комиссариат, или громадянка, не важно. Вы знаете, что у нас сейчас гендерная политика предполагает, что у нас женщины. И, вообще, в Збройных силах Украины у нас 35% служат женщины. Чтобы было понимать, 35% – это очень большой высоток. У нас полковников очень много, женской статей. У нас офицеров много в разных званиях, от лейтенанта и высшего. Ну, и видите, рядом с мной тоже червяная женщина, которая есть военнослужащая 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 за контракт. Поэтому, если человек взяла такое отношение, она пребывает в военнослужащий комиссариат, военнослужащий комиссариат проводит ее через призывную комиссию и, таким образом, визначается возможность того, что он идет служить до того командира, который ему дал отношение с этой части. Понимаете? Будьте, пожалуйста. Да, конечно. Хотелось бы, чтобы самые военнослужащие контрактники немножко рассказали, почему они... С великим задоволением. Ну, моя научная сила, я хочу, чтобы немножко рассказать. Я имею честь служить Варшавской-Одесской зенитно-ракетной бригаде воздушных сил, вооруженных сил Украины. Служу я 7 лет. Пошла на службу по контракту, по примеру, своих подруг, которые по сегодняшний день служат в вооруженных силах. Служба мне очень нравится. Я ни разу не пожалела об этом. Я занимаюсь интересным военным делом. Мне нравится коллектив, дружеская атмосфера, обстановка. К офицерам всегда можно обратиться за помощью, за поддержкой. Много ему научилась у них. Они пример для меня, как взирать к всему. Хочу также сказать, что во время моей службы я имела возможность учиться параллельно в высшем учебном заведении, которое закончило. Меня отпускали своевременно и на сессии с сохранением заработной платы, что немаловажно. На данный момент я проживаю в общежитии от Министерства обороны. Очень надеюсь на получение постоянного жилья. Также у меня стабильная заработная плата, что важно на сегодняшний день. у нас составляет чуть-чуть больше трех тысяч. При следующем повышении, надеюсь, в принципе, для женщины такая зарплата меня устраивает, скажем так. Также я имею ежегодный отпуск, оплачиваемый. К отпуску я получаю материальную помощь на оздоровление. Раз в год я получаю материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов. В любой момент я могу обратиться в лечебное заведение, военное лечебное заведение, где пройду бесплатное обследование. Ну и на сегодняшний день я полностью обеспечена форма одежды. То, что тоже очень важно. И хочу сказать и отметить, что мы, женщины, наравне с мужчинами, гордо несем воинскую службу. Что бы Вы хотели пожелать для молодых ребят, которые только хотят свою судьбу связать с армией, они и с направленными службами? Пожелания Ваши? Успехов, удачи, учиться. Есть у кого учиться. Офицеры доступно рассказывают им. Главное быть внимательными и учиться, конечно же. Если можно, от флота теперь, да? Да, я служу по контракту. Снайпер, дальше матрос, служу в возводе охраны. Уже два с половиной года. Ну, что можно сказать? Служу в западной военно-морской базе, в нашем родном городе Одесса. В принципе, о воинской службе мечтал с детства. Так получилось, что в роду у меня служили все, начинающие от прадеда. Еще прадед мой воевал в Леофинске в 1939 году. Служба сама по себе довольно-таки интересная, в чем-то даже специфическая. В целом, скажу так, я горжусь своей службой. Ни разу еще не пожалел о том, что со временем выбрал такую профессию. Хотя сам я по профессии моряк. Роман, а в Сибири вы принимали участие? Да. Так получилось, что в двух Сибири я участвовал. Задача именно моего подразделения, как взвода охраны, была все-таки защита, оборона воинского городка, и в частности, гавани, которые располагались в воинских корабли, прибывших гостей. Ну и Руслан Галямов, если может, немножко скажет о Сибири, о... Ну, воинская служба моя началась еще в 2000 году. Был призван в вооруженные силы Украины. Проходил службу в военно-морских силах в Севастополе. Был командиром торпедного отделения. После увольнения в запас, где-то через 4 месяца, призвался в вооруженные силы Украины. Тогда еще были войска противовоздушной обороны. Потом их упразднили и передали к повитренным силам. Служба, в принципе, уже немало времени служу. Служба нормальная. Мне нравится это все. Единственное, что хочу сказать, большим фактором того, что все-таки я до сих пор еще остаюсь на службе. Есть то, что у меня молодая семья, то есть я с женой. Получается, что от Министерства обороны, и в частности в лице воинской части, я получил служебное жилье. То есть уже не приходится снимать квартиру. Большую часть зарплаты тратить на съем квартиры и оплату коммунальных услуг по съему жилья. Я живу в служебном жилье. Согласно приказу министра обороны, военнослужащие, которые живут в служебном жилье, военнослужащие по контракту, которое размещено в переоплатных казарменных примечениях, они за коммунальные услуги не платят, ничего не сплачивают. Это оплачивает Министерство вооруженных сил. Стабильная зарплата сейчас ведет поэтапное повышение зарплаты. То в принципе служить можно и для молодых воинов, для тех, которые либо уже начали службу, либо еще только хотят пойти на воинскую службу. Скажу, что бояться нечего. Нужно просто идти учиться самоудосконаливать себя и иметь возможность гордо нести звание воин, вооруженных сил Украины, гордо нести его через всю жизнь. Потому что если уже служить начал, я считаю, что это не так, как чемодан без ручки, что его выбросил. И выбросить жалко, и нести тяжело. Если начал служить, будь добрый уже, служи нормально и гордо, гордо, с чувством гордости, будь воином своей государства. Я еще хотел так маленькую репризу сказать про то, что вы должны понять, что вооруженные силы Украины, они удосконаливаются. Нема таких функций, как раньше были, например, наряды по столовой. Нема. Значит, нас харчуют фирмы цивильные. Питание аутсорсингу стосовно того, что солдат с метлой, контрактник у нас с метлой уже не будет, так как вы уже заметите. Значит, соответственно, будут заниматься фирмами, которые будут и прибирать, и обслуговывать технику, и так далее, и так далее. То есть, на это мы сейчас обратим очень большую увагу. И плюс, вы почули, переобладываем казармы. 28-я бригада, которая учится в банке, она для многих из вас известна. Мы все делаем для того, чтобы, как быстрее, переобладать там хотя бы сейчас под 500 мест, а в подальшем еще будет обладать местами для проживания как холостяков, так и семейных. То есть, семья, если молодая приходит, военнослужбовец с контрактом, они будут отримывать комнату с всеми сручностями, где смогут проживать. Плюс, вопросы такие решаются, как сейчас дитячие садки будем будивать, школы будем расширивать, и так далее, и так далее. Но это все перспектива развития збройных сил. То есть, мы таким чином сейчас нацеление, по крайней мере. Пожалуйста. То есть, что происходит все-таки железнодорожные войска, которые остаются, можно ли сказать, что желающих служить хватит, или все-таки давление государству будет продолжаться, что приведет к продолжению такого негативного соцсетяния общества, которое было до сих пор? Значит, я скажу відверто, что желающих служить в збройных силах, в том числе и внутренних войсках достаточно. И даже на строковую службу. Значит, мы сейчас беремо, будем говорить, призываем от сейчас настолько маленькую количество молодых людей для службы в збройных силах и других войсковых формированиях, будем говорить так, что это никогда было притаманно для Одессы, например. Ну, порядка там 600 человек. Что такое для Одессы? Одесская область 600 человек. У нас есть определенный конкурс, потому что ну, после 22 и так далее значит, ракей независимости, даже бизнесмены понимали, что молодая служба в збройных силах, она более доведенна, она в морально-психологическом плане более подготовлена, чем та, которая не служила в збройных силах. Поэтому молодые люди это знают, и с ними так разговаривают. Ну, я вам скажу так, так, что у меня есть племенники, вот, которые до меня подходят и сказали, дядь, Саша, нужно служить. Без службы никуда я не, из высшей освятии, никуда я не могу влаштуватися. А уже, когда служба пройшла, берут, а ты служил, служил, ну, все, тебе все все, ты вот так и так маешь певные, так сказать, переваги. Тому, я так думаю, что не будет у нас критичной ситуации, что не будет вважающих служить в збройных силах и строковой службы. Чем больше будем мы делать кроков в плане реформирования збройных сил, тем больше у нас будет молодая, которая будет желать чувствовать себя защитниками нашей веки. Ну, а те действия, которые сейчас відбываются, так сказать, в плане развития нашей государства, я думаю, произведут только до позитивных срушений и в збройных силах в том числе. Есть еще вопросы? То есть, вы думаете, это уже набор находится, значит, в этом году до конца листопада, месяца этого еще будет ити призыв. Это он крайний призыв. До 1-го листопада? Нет, нет, нет. До 1-го грудь, до 30-го листопада, то есть до конца этого месяца. Все. Крайний строковик будет призван в Збройные силы. А во внутренние войска мы будем подавать и весной, и осенью следующего года, то, что уже указ отбылся. Внутренние войска. Дальше. 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 Мы сейчас их даже рассчитывать не будем. Ранее рассчитывали, а сейчас не будем рассчитывать. Ну, так, это их право, мы же не можем. У нас сейчас идет на добровольных обеспечения. И я еще раз повторюю, что кто холостей, они будут мать там возможность по два человека, максимум два проживати в комнате. А кто дружный, им будут давать комнату в Городожитке. Друге. Значит, мы делаем все для того, чтобы молодые люди, которые приходят до нас, был социальный пакет расширен. Это раз. В том числе, мы даем возможность им научиться в высших навчальных закладах. И это не слова, это дела, потому что мы понимаем, что молодой хлопец, мабуть, будет зацикавлен в том, чтобы иметь гарантованное грошовое обеспечение и научиться, например, в любом вузе нашего родного места. Правильно? Это для него будет как раз гарантией, что он будет служить, научиться, а потом уже остаточно визначитесь. Визначитесь, чи ему продлевать контракт, или не продлевать контракт. Ну и понятно, что если грошовое обеспечение будет достойным, то будем сказать так, на 2017 рік у нас контрактник первого года службы будет 4 тысячи получать. Багато это мало, но 4 тысячи он будет получать. А чем дальше, тем больше. У нас лейтенант, будем сказать, молодший офицер будет получать порядка от 6 до 8 тысяч, старший офицер от 8 до 10 тысяч, ну и так далее. Таким желанием здоровья и хорошая подготовка. А формироваться у нас как формировались, так и продолжают формироваться подраздели миротворчие, которые направляются также в Косове, стоят батальон польский или польско-украинский, два компонента. У нас два находятся подраздели в Африце, это насамперед подраздели вертолитной загоны и так далее, и так далее. У нас есть инструкторы в Ираке, ну я скажу, что по-перше добавили грошовое забезпечение, если раньше там, вы знаете, копейки и за них ехали, то сейчас нормальный прапорщик, который служит в Ираке, он отримает до 3 тысяч долларов, а солдат месяц, естественно месяц. А вот солдат до 2 тысяч долларов отримает, то есть совсем инши вимиры грошового забезпечения, то, что мы памятаем, когда 500 долларов платили, и ехали с удовольствием, 600 и так далее. Сейчас вот такие вот, и причем в этих миротворческих подразделах, у всех, не важно, где они находятся, грошовое забезпечение подвищено, в иностранной валюте, ну и плюс тут же залишается грошовое забезпечение, якое иде на книжку там подписаны будут международные протоколы, то есть будет визначено, когда будут международные навчания, где наши подразделы будут принимать навчания, ну Сибризя, думаю, как он проводит, все таки, будет проводиться, то, что нужно удосканавливать. Войшковые морские сили, плюс не только войшковые морские учили, у нас иди казахские разноплановые, да, у нас подразделы, будем сказать, и высокомобильных десантных и, будем сказать, повитренние силы будут однозначно заниматься навчанием. И эти навчания, не только в Одессе, а в Украине? Не, ну, естественно, на всех полигонах Збройных сил Украины будут проводиться такие навчания. Потому что, ну, зараз поставлено во главу угла подготовка и боевая готовность. Особственно подготовка и боевая готовность. Даже, будем сказать, у нас сейчас на самостейную подготовку больше приделено уваги, чем на будь-якую другую подготовку. То есть солдат отрядового до генерала должен себя готовить насамперед сам. У тебя есть по твоей посаде обязанности? Давай, вивчи их и выполнив. У тебя есть, например, танк? Ты механик? Вот давай, иди, занимайся плагонем танка, ты командир. Значит, керуй этим процессом, сам принимаешься, ты наведнигнешься, занимаешься обслугованием своей техники и так далее, и так далее. И опановуй. Я еще раз скажу, у нас не будут стоять контрактники с метлами. Они будут заниматься только подвищением своей профессиональной подготовки. А это навчание однозначно. У нас чуть не потерье. Поскольку сейчас украинское войско открытое керетовье и перед разными государствами, сохраняется ли понятие военной тайны? Да. подвозили кількість и объектов, и кількість этих документов. Но они есть. Есть еще вопросы? Нет, да? Спасибо нашим гостям за участие. Если кто хочет, вы не дай, вам сфотографируют. Всегда готовы. Да, пообщаться, пожалуйста. эфирю, пожалуйста, на участие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.